Камергерские ключи от императорских дворцов Камергерские ключи от императорских дворцов Символ доступа в личные покои монарха Исторический музей широко распахнул двери Российской империи Здесь открылась выставка, посвященная 300-летию Про возглашение России империи Ну а вот мундир полковника преображенского полка Это уникальный памятник, уникальный для нас Одним из первых экспозицию осмотрел председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин Раздел, посвященный территориям империи Первая русская карта Крыма И записка Екатерины, написанная во время путешествия по нему Петр и его последователи сумели создать Очень эффективный механизм государственного управления Очень устойчивую систему управления государством Идея служения Отечества на вот этом огромном пространстве Российской империи объединила самые разные этносы и конфессии Но, к сожалению, в силу целого ряда таких фундаментальных исторических причин Империя просуществовала два века и после этого сама ушла в историю Но надо, конечно, сказать, что вот эти два века имперской истории России Они, конечно, занимают особое место во всей тысячелетней истории России Специально для выставки, подготовленной при поддержке Фонда Истории Отечества Были отреставрированы и впервые за долгие годы демонстрируются на публике ценнейшие экспонаты Авторы экспозиции стремились охватить все стороны жизни России в имперский период С 1721 по 1917 Для людей моего поколения империя – это плохо Империя – это что-то, которое висит над людьми, является, так сказать, тюрьмой народов Всех эксплуатирует, давит и еще, так сказать, не дает для развития На самом деле это глубоко не так, потому что империя – это форма существования государства Причем, как правило, государства огромного Это территория, и мы рассказываем о ее территории Показываем, как формировалась эта территория Это власть, да, и мы показываем власть Это армия и флот, которые решают очень многие задачи На выставке можно увидеть фрагмент фок-мачты броненосца Князь Потемкин-Таврический Восстание на нем в советские годы преподносилось как подвиг А вот макет первого русского военного корабля «Готто-Предестинация» В переводе с латыни означает «Божие провидения» Не бывает империи без морей Империи всегда – это страны, у которых есть выходы к морю Есть флот и есть возможность не просто видеть какие-то другие земли, а защищать свою землю Особенно сегодня, когда мы живем с вами в океанскую эру И очень многое зависит от того, как люди обращаются с морями Какие у них корабельные возможности Особый раздел выставки – лица империи Дворяне и военные, рабочие и крестьяне, люди церкви Это Филарет Дроздов, митрополит московский Мы часто критикуем этот период в жизни церкви Потому что она была лишена некоторых атрибутов церковности Таких важных, как патриаршее управление Но мы не должны забывать, что этот период ознаменован жизнью и деятельностью Таких выдающихся людей, как преподобный Серафим Саровский Святитель Филарет Московский Как святой праведный Иоанн Кронштадтский За время своего существования Российская империя увеличила территорию в три раза Население увеличилось в десять раз По уровню экономического развития страна занимала третье место в мире А в военном отношении представляла из себя державу Без которой ни одна пушка в Европе не стреляла Служба информации Фонда История Отечества